Давайте воздержимся от комментариев того, как выглядит даже не разгул, а вакханалия российских шпионов в Украине, которые не скрывают своих симпатий и связей с Москвой. При зеленой власти они могут открыто этим бравировать, но, как сказал герой боевика «Каникулы в Простоквашино», «Не все скоту, масленица!» Этот фестиваль закончится печально, их никто за язык не тянет, и они это делают в режиме «явка с повинной». Потом даже доказывать ничего не нужно, а просто в суде запустить видео, на котором чудак сам рассказывает о том, что каждую неделю названивает в Москву. При этом его должность не предполагает международных звонков вообще, а в страну-агрессор тем более. Но все это будет позже, а сейчас пара слов, как действуют в странах с нормальным правительством. В пятницу суд Клайпецкого уезда объявил приговор в уголовном деле, по которому двум гражданам Литовской Республики предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Российской Федерации. Алексей Спартас приговорен к четырем годам лишения свободы, хоть и не признал себя виновным, и намерен обжаловать решение суда. Миндау Гастуняйтис, виновным себя признал и сожалеет о совершенном преступлении, приговорен к одному году шести месяцам лишения свободы. Обоих подсудимых обвинили в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности Росфедерации. Целью было влияние на общественно-политические процессы в Литве и сбор разведывательной информации. Оба подсудимых передавали ее кураторам за вознаграждение. Русланас Ушинскас, прокурор отдела проследования организованной преступности и коррупции прокуратуры Клайпецкого уезда, комментирует завершение судебного процесса и оглашенный приговор. Все обвинения, которые были предъявлены в ходе досудебного расследования, были подтверждены в суде, и суд полностью признал обоих подсудимых виновными в шпионаже в пользу иностранного государственного разведывательного учреждения. Было установлено, что оба гражданина Литвы регулярно выезжали в Калининградскую область и контактировали со своими кураторами из российских спецслужб. В свое оправдание они приводили доводы о том, что их конкретные действия не несли угрозы Литве, и они не знали, что, выполняя просьбы россиян, совершить те или иные действия, связанные с фото- и видеосъемкой, или выяснением каких-то обстоятельств, которые лично им не были понятны, они и в мыслях не хотели нанести вред Литве. Правда, никак не смогли объяснить, почему принимали вознаграждение за эти безобидные действия. Один подсудимый уже начал отбывать наказание, второй начнет это делать после окончательного вступления в силу приговора, утвержденного апелляционной инстанцией. Нам эта история интересна тем, что в Украине практически открыто орудует десятки высокопоставленных чиновников-шпионов, которые даже не могут прикрыться иммунитетом. Но, тем не менее, их никто не ведет в суд, несмотря на публичные действия и заявления, которые в принципе не должны оставаться без внимания правоохранительных органов. Наступит время, и с этих резвящихся членов Меча и Орала спросят за все. Кстати, из тех, кто обязан на такое реагировать, но не ж могли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok